Все люди на этой земле стремятся к успеху. Но успех бывает разный. И иногда люди считают успехом, когда у них много денег, когда у них много славы, когда у них много богатства. Люди считают, что когда они достигают этого положения, вот тогда они получают успех. Но если мы хотим быть успешными, нам важно посмотреть, что Библия говорит о успехе. Как Библия показал успех? Вы смотрели сегодня на историю Иосифа. Я хочу задать вопрос, как вы считаете, Иосиф был успешным, когда он оказался в темнице? Люди смотрели на него и думали, что нет никакого успеха. Он несправедливо был продан в рабство. Он несправедливо был отвезен в другую страну. Он несправедливо был обвинен в доме Патифара. Он несправедливо оказался в тюрьме. И все люди сегодня, вы сказали, у него не было никакого успеха в жизни. Его жизнь пошла по наклонной, и он оказался в тюрьме. Я хотел бы, чтобы сегодня из этой истории, которую вы смотрели, которую мы будем касаться, мы увидели, как христиане должны реагировать, когда они оказываются в такой ситуации. И стих, который я хочу прочитать, мы находим в 55-м псалме. Там сказано, на Бога уповаю, не боюсь. Оказывается, когда в нашей жизни все получается не так, как нам хотелось бы, не так, как нам нравится, не так, как нам приятно, нам важно одно качество, о котором говорит Библия. И это качество упования. Упование, когда мы знаем, что бы ни происходило со мной, Бог все равно рядом. Как бы ни шла моя жизнь, Бог все равно помогает. Что бы мне нравилось или не нравилось, в конечном итоге Бог приведет это туда, куда Ему угодно. И упование, когда я держусь за Бога, я знаю, что Он со мной, я знаю, что Он проведет, я знаю, что Он слышит мои молитвы, я знаю, что Он исполнит моей жизни то, что Ему угодно, то, что по Его воле. История Иосифа, которую мы сегодня с вами видели, показывает нам пример этого. У Иосифа было настоящее упование на Бога. И поскольку у него было упование, мы видим результат, который Бог совершил в его жизни. В книге Бытие, в этой истории Иосифа, написано в 39-й главе, в 21-м стихе. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость». Вы знаете, что такое слово «простер»? «Простер» — это «extended». Бог протянул руку к нему. Бог был с Иосифом, но, возможно, Иосиф не всегда это видел. Иосиф не всегда это понимал. Иосиф не всегда это чувствовал. И тогда Бог протянул к нему руку свою и оказал милость Иосифу. Иосиф увидел эту милость. В одном случае, во втором, в третьем. И в конечном итоге вы увидели, Иосиф стал вторым после фараона. Это была милость Божия. Это был результат упования на Бога. Это то, что было в жизни Иосифа. Это то, что должно быть в нашей жизни. Что бы ни происходило с нами, у нас должно быть упование на Господа. Мы должны твердо знать, Бог с нами. Он слышит наши молитвы. Он рядом. Он протянет к нам свою руку. Он окажет нам свою милость. Потому что мы уповаем на Него. Я хочу из этой истории, которую вы сегодня уже видели в этой сценке, взять четыре урока. Четыре урока, как Иосиф проявлял это упование. Как в жизни христианина мы можем достигнуть настоящего успеха. Успеха, о котором говорит Библия. Не так, как люди в этом мире. Не так, как неверующие понимают успех. Но так, как люди в этой жизни, нам показано в этой истории. И мы видим, что в 39 главе написано, что Иосиф продан в рабство. Он оказался в доме Патифара. Вы слышали, уже видели эту историю. И в этом доме он стал главным в доме Патифара. И казалось бы, вот Бог помогает ему. Бог уже поднимает его. Но вы знаете, что произошло там. Он был обвинен. И в результате этого он оказался в темнице. Я могу представить себе состояние Иосифа. Когда он дошел до самого трудного момента в его жизни. Когда он оказался в темнице. Но эта история показывает нам, что нам важно уповать на Бога в любых обстоятельствах. Настоящий христианин. Он уповает на Бога, что бы ни происходило с ним. Хочу задать моего вопроса. Кто из вас был когда-то в тюрьме? Кто-то был в тюрьме уже? Некоторые были. Я был в тюрьме. Но не потому, что меня наказали. Но у нас была возможность ходить в тюрьме, чтобы там проповедовать. Я вам хочу сказать, что когда ты заходишь за эти железные двери. Их несколько железных дверей. То у тебя сердце начинает биться очень тревожно. Тюрьма это страшное место. Это опасное место. Я вам хочу сказать, что не всегда в тюрьму попадают преступники. Не всегда в тюрьме находятся те, кто сделали какое-то зло. Мой прадедушка, грантфадер, был в тюрьме полтора месяца. Как вы думаете, полтора месяца в тюрьме это много или мало? Мало. Это вроде бы мало. Но знаете, почему он был полтора месяца в тюрьме? Потому что через полтора месяца его расстреляли. В 37-м году в советской власти его арестовали как христианина. И посадили в тюрьму. И через полтора месяца, 45 дней приняли решение. И он был расстрелян за то, что он был христианин. Мой дедушка, отец моего отца, был три раза в тюрьме за то, что он был христианин. И это трудно, когда человек попадает в тюрьму, зная, что он ничего не сделал в злобах. Зная, что он ничего не сделал плохого. Это несправедливо, это неправильно, это очень тяжело. Но когда мы уповаем на Бога, Бог приводит к результату. Мой дедушка был в тюрьме три раза. Когда он находился там, он не знал, что через какое-то время он выйдет из тюрьмы, он станет пресвитером. Он не знал, что потом его сын и второй его сын станут пресвитерами. Он не знал, что я его внук когда-то стану пресвитером. Он узнал об этом, наверное, только когда он в вечности оказался. И мой грэн-грэнфадер, он никогда не знал, что его потомки будут христиане, среди его внуков, среди его правнуков. Будут верующие пресвитера, преподаватели воскресной школы. Но когда мы уповаем на Бога, какие бы обстоятельства в нашей жизни не происходили, Бог дает силу проходить через самые большие трудности. Поэтому первая истина, которую я хотел бы сказать. Божье благословение не зависит от обстоятельств. Что бы ни происходило с нами, Бог посылает нам благословение. Потому что благословение от Бога, это не деньги, это не слава, это неизвестность. Люди в этом мире считают это успехом. Люди в этом мире стремятся иметь славу, деньги, богатство, дорогие машины. И они думают, вот это успех. Для христианина важен не успех, а благословение. А благословение, когда в твоем сердце мир, потому что ты знаешь, Бог со мной. И когда Иосиф оказался в тюрьме, когда его закрыли там, знаете, что происходило с Иосифом? Библия говорит, Бог был с Иосифом. Вы можете представить, что когда верующие христиане идут в тюрьму, Бог идет в тюрьму вместе с ними. И когда Иосиф был в тюрьме, Бог был вместе с ним в тюрьме. И в этом благословение. Потому что когда Бог с тобой, у тебя на сердце мир, у тебя спокойствие, у тебя радость. Это благословение. И благословение не зависит от обстоятельств. Что бы ни происходило с христианином, Бог идет вместе с ним в любые ситуации. И поэтому мы видим, что очень сильная перемена произошла в жизни Иосифа, когда он оказался в тюрьме. С человеческой стороны это трагедия, это крах. Все, он дошел до самого тяжелого положения. Но Бог был с ним там. Мы делаем большую ошибку, когда думаем, что если в нашей жизни все хорошо, значит Бог благословляет. А если в нашей жизни какие-то трудности, значит Бог перестал нас благословлять. Это неправильно. Бог ожидает от нас верности и упования в любой ситуации. Когда мой дедушка пошел в тюрьму, он знал, что Бог с ним. Когда в нашей жизни приходят трудные обстоятельства, мы должны быть уверены, что Бог с нами. Божье благословение, когда Он дает мир в сердце, не зависит от того, что происходит с нами. Мы можем быть на престоле, или мы можем быть в тюрьме. У нас может все хорошо получаться в школе, на работе, где мы находимся. Или у нас может все происходить совершенно по-другому. Трудно, тяжело, все сыпется. Но Божье благословение, оно не зависит от обстоятельств. Знаете, что было с Иосифом в тюрьме? Мы сегодня с вами смотрели, как он находился здесь. И Библия говорит, в книге Псалтырь написано, «Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его». В тюрьме ноги его были закованы в железо, и написано, «В железо вошла душа его». То есть, вся его жизнь была болью пронизана этим железом. Это было трудно. Это было тяжело. Но мы с вами видим, что Иосиф, может быть, в этот момент не понимал, почему с ним так происходит. Почему такая несправедливость? Но он точно знал, что в этой ситуации нужно быть верным Господу. Когда в вашей жизни приходят какие-то трудности, самое главное, вы должны остаться верными Господу. Вы должны уповать на Бога, чтобы Бог с вами пошел в тюрьму, или в раскаленную печь, или в какие-то тяжелые ситуации. Бог пойдет с теми, кто верен Ему. Бог пойдет с теми, кто уповает на Него. Я могу представить, что когда Иосиф оказался в тюрьме, наверное, здесь, в тюрьме, он мог начать роптать на Бога. «Господи, почему? Почему ты допустил моей жизни? Почему я нахожусь в тюрьме? Почему надо мной издеваются? Почему я в этом железе нахожусь?» Он мог начать роптать на Бога. Но разве в Библии где-то написано, что он роптал на Бога? Мы нигде не видим, чтобы из уз Иосифа был какой-то ропот. И я уверен, что там, в тюрьме, Иосиф молился Богу, и просил у Него помощи, и получал от Бога утешение, и получал мир. И поэтому мы можем сказать, Божье благословение не зависит от обстоятельств. И это первая истина. Но мы можем спросить, если Божье благословение не зависит от обстоятельств, тогда от чего оно зависит? От чего в нашей жизни может прийти Божье благословение или не прийти? И это второй урок, который я хочу сказать. Божье благословение зависит от нашей чистоты в жизни, от нашей святости, от нашей верности. Когда мы в чистоте ходим перед Богом, когда мы верны Богу, когда мы живем святой жизнью, вот тогда приходит Божье благословение. Если вы уже покаялись в вашей жизни, если вы обратились к Господу, если вы уже стали христианами, вы можете уверены быть, Бог будет с вами. Бог желает вас благословить. И когда в вашей жизни приходят какие-то трудности, Бог ожидает от вас верности, чистоты и святости. И если вы будете проявлять верность, чистоту и святость, Божье благословение обязательно прием. Где бы вы ни находились, в тюрьме или на троне, Божье благословение всегда будет. И мы прочитали этот стих в 39 главе книги Бытие. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Вы видели в этой постановке, что так произошло. Бог благословил Иосифа, и начальник темницы поставил ему главным в темнице. Не потому, что Иосиф был такой послушный, хороший. Я уверен, что даже в темнице Иосиф был хорошим узником. Я не думаю, что находясь в темнице, Иосиф стучал в стены, он стучал в двери, он показывал свое недовольство, он всегда с кем-то ссорился, он дрался с другими узниками. Вы можете представить такого Иосифа? Я уверен, что находясь в темнице, он показывал себя как праведника, который верит Богу. Но не по этой причине начальник темницы оказал ему милость. Написано, что Бог простер к нему милость. И начальник темницы, написано, видел, что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Как вы думаете, как начальник темницы понял, что Господь был с Иосифом? Начальник темницы, он еврей или он египтянин? Египтянин. Египтянин, который верил совершенно других богов, который не верил в Бога евреев, но каким-то образом начальник темницы смотрел на Иосифа, и он понял, Господь помогает Иосифу. Как он это увидел? Я думаю, потому что Иосиф молился. Я думаю, потому что Иосиф говорил о Боге, в Котором он верит. Он рассказывал о том, как Бог действует в жизни. Он рассказывал, как Бог помогает. И этот египтянин, он увидел, что этот Бог, о Котором говорит Иосиф, он действительно ему помогает. Этот египтянин увидел Иосифа, это праведник, это хороший человек. Он не просто на словах говорит о Боге, он жизнью показывает, что он верит Богу, он в чистоте ходит, и он свято поступает. Я вам хочу еще рассказать, когда наше сердце чисто, когда мы ходим перед Богом, Бог посылает благословение. И как результат этого благословения в нашем сердце появляется радость. Когда мы уповаем на Бога, Бог дает мир, и мир приносит радость. И поэтому этот ночами в темнице он увидел состояние Иосифа. Он увидел его настоящую святость, и пришло благословение. Третий урок, который я нахожу в жизни Иосифа. Божие благословения нужно использовать, чтобы свидетельствовать другим. Иногда нам кажется, если Бог послал мне благословение, я должен сам наслаждаться этим благословением, это моя заслуга, это Бог мне дал, я буду пользоваться этим благословением. Но на самом деле, Божие благословения, это не богатство, как в этом мире. Это не слава, как в этом мире. Люди пользуются этим для себя. Они наслаждаются богатством, славой, властью, известностью. Когда Бог дает нам благословение, Бог ожидает от нас, что мы будем использовать это благословение для свидетельства о Боге другим людям. Мы с вами смотрим, что когда Иосиф оказался в доме Патифара, и когда Бог дал ему благословение, он использовал это благословение, чтобы свидетельствовать о Боге. Вы помните, что Патифар заметил в нем? Патифар увидел, Бог был с Иосифом. И поэтому Патифар поставил Иосифа главным в своем доме. Вы помните, что заметил начальник темницы? Он увидел, что Бог с Иосифом, и он поставил его главным в этой темнице. И потом в этой темнице пришли еще два человека. Как назывались эти два человека, которых мы видели сегодня? Виночерпий и Хлебодар. Вы знаете, что это были задолженности в Египте? Чем занимался Хлебодар? Хлебодар не только давал фараону хлеб. Хлебодар отвечал за все пропитание фараона. Это была его главная должность. Это как у нас... Кто у нас главный повар сегодня в лагере? Кто у нас главный повар? У нас там несколько поваров. Хлебодар отвечал за все пропитание фараона. Это была очень высокая должность. Чем занимался Виночерпий? Виночерпий поставлял вино, но он не только поставлял вино, он подходил фараону, он набирал вино в чашу, и прежде чем он давал фараону, он должен был сам попробовать из этой чаши. Почему он должен был попробовать? Чтобы вино не было отравлено. Но Виночерпий не только давал вино, Виночерпий был очень высокой фигурой перед фараоном. Это был советник фараона. Он не только давал вино, он давал многие советы, он помогал фараону в решении многих вопросов. И вот эти два человека, они оказались в тюрьме, они были наказаны за что-то, они были там, и мы видели, что? Им приснились два сна, каждому свой сон. Как поступил Иосиф, когда он услышал об этом? Божье благословение, которое Иосиф имел в тюрьме, он использовал правильно. Он начал этим благословением делиться и свидетельствовать о Боге. И когда он услышал эти два сна, он сказал, Бог может дать истолкование снов. Он начал показывать не на то, что у него есть какая-то способность, Бог может дать истолкование. И мы знаем, как произошло. Он дал точное истолкование, точно так исполнилось. Хлебодара через три дня повесили, а Виночерпий вернулся на свое место. И вы помните эти слова, которые сказал Иосиф, когда тебе будет хорошо, вспомни обо мне. Сделай так, скажи обо мне фараону, чтобы я не остался в темнице. И когда Виночерпий вышел, когда он опять занял свое место, он стал советником, он стал рядом с фараоном. Он вспомнил об Иосифе? Он не вспомнил. Два года Иосиф продолжал быть в тюрьме. И он не вспомнил то обещание, которое он дал. Но Иосиф по-прежнему был верным. И когда Виночерпий наконец-то вспомнил, потому что у фараона приснился в сон. Фараону никто не мог истолковать эти сны. И Виночерпий вспомнил, да, два года назад был там этот еврей. Иосифа позвали, и он пристал перед фараоном. Вы можете представить себе эту ситуацию? Самое главное событие в жизни Иосифа. Он перед фараоном должен встать. Это самый главный appointment. Он приготовился, он остригся, он пришел туда. И теперь он должен использовать этот шанс. Так, по-человечески. Что-то фараон от него хочет. Иосиф должен все сделать, чтобы сделать правильно, чтобы не оказаться в тюрьме. И фараон рассказывает ему свой сон. И когда фараон рассказал сон, какие слова произносит Иосиф? Он говорит, это не мое. И фараон говорит, я слышал, ты можешь истолковать сон. Иосиф говорит, это не мое. Бог может дать ответ. Люди в этом мире поступили бы по-другому. Они бы подумали, я все сделаю, чтобы фараон увидел, какой я способный. Какой я особый. Никто из мудрецов не могут, а я смогу. Я скажу. Наверное, люди бы подумали, я не буду сейчас говорить о Боге. Я потом фараону расскажу, что я в Бога верю. Пусть сейчас фараон подумает, что это я такой способный. Если он увидит во мне эту способность, он точно выведет меня из тюрьмы. Он даст мне какие-то почести. Пусть он увидит во мне, что я особый. Я лучше всех его мудрецов. Иосиф, почему Иосиф так не сделал? Когда Бог дает нам свое благословение, мы должны его использовать, чтобы свидетельствовать о Боге другим людям. Иосиф так поступил. Когда он услышал сон фараона, он сказал, я ничто. Я ничего не умею. Я ничего не могу. Бог умеет. Бог может. Бог даст истолкование фараону, потому что это не мое. Что сделал Иосиф? Благословение, которое Бог дал ему, он использовал, чтобы показать на Бога. Чтобы свидетельствовать о Боге другим людям. И Хребодару, и Виночерпию, и Начальнику темницы, и Патифару, и в конечном итоге самому фараону. Когда Бог дает вам благословение, вы должны использовать его, чтобы свидетельствовать о Боге. Когда в вашей жизни что-то произошло, и вы видите, что что-то в этой ситуации можно как-то рассказать о Боге. Используйте это. У кого-то была ситуация, когда, ну вы еще маленькие, может быть ваши родители, или вы с родителями. Вы пошли в магазин, вы покупаете какие-то продукты, вы даете 20 долларов, а эти продукты стоят 5 долларов. И вам должны дать чейндж. Вдруг вы увидели, что вместо того, чтобы вам дали 15 долларов, вам опять дали 20 долларов. И продавщица что-то там неправильно сделала. Она слишком много вам дала денег. Это неправильно. Она должна дать меньше. Мы как христиане, что мы должны сделать? Мы должны взять эти деньги и сказать, о, хорошо, у меня теперь 20 долларов, я сэкономил, у меня лишние деньги. Мы должны так поступить? Как мы должны поступить? Мы должны сказать, что вы ошиблись, вы слишком много дали. Это будет правильно. Но знаете, как бы поступил Иосиф? Если бы Иосиф оказался в этой ситуации, и он увидел, что ему дали слишком много денег, я думаю, он бы не поступил так сказать, я честный, я христианин, вы слишком много денег дали бы мне. Знаете, как бы поступил Иосиф? Он бы сказал, я верю в Бога, который учит меня всегда поступать честно. Я боюсь Бога, поэтому вы дали мне слишком много денег. Вы замечаете разницу? Мы можем показать себя, что это я такой честный, это я такой правильный. Тут слишком много денег, мне не нужны эти деньги, я хочу быть честным. Но Иосиф использовал любое благословение, чтобы свидетельствовать о Боге. Чтобы показать людям, неверующим, египтянам, язычникам, есть Бог, которого он боится, перед которым он ходит. И благословение, которое есть у Иосифа, упование, которое есть у Иосифа, он всегда использует, чтобы показать на Бога, чтобы свидетельствовать о Боге. Именно по этой причине он перед фараоном, он сказал, Бог даст исполкование. Мы видим, что Господь дал ему исполкование этого сна, он объяснил, как должно быть, и фараон увидел, если Бог с ним, это тот человек, которого можно поставить над всем царством. И поэтому четвертый урок мы видим, что упование на Бога приводит к настоящему успеху. Так произошло с Иосифом. Фараон сказал, мы не найдем другого человека, как Иосиф. Только Иосиф, который знает Бога, только он, в котором дух Бога живого, только этот человек может исполнить такую большую задачу. И мы видели, что фараон поставил ее вторым, он дал ему право, и Иосиф исполнил то, что Господь ожидал от него. Но на самом деле мы видим, что то, что сделал Иосиф, когда семь лет он собирал это зерно, он сохранял его, нам кажется, это просто мудрость Иосифа, и он как бы сделал хорошее дело для Египта. Знаете на самом деле, почему Бог послал Иосифа в тюрьму? Почему он послал его в дом Патифара? Потому что, когда семь лет Иосиф забирал зерно, в конечном итоге туда пришли его братья. Пришли братья, его семья. И то, что Иосиф был в тюрьме, когда его обманывали, когда его продали, и тем самым он не просто Египет спас, он спас свою семью. А среди его братьев был один брат, которого звали Иуда. От Иуды родился его сын, а потом другой сын, а потом другой сын, а потом еще один сын. И через несколько веков от него родился Иисус Христос. И если бы Иосиф не спас своих братьев, если бы умерли все братья от голода, и в том числе и Иуда, это бы нарушило Божий план, чтобы на землю пришел Иисус Христос. Подумайте, когда Иосиф уповал на Бога, и он пошел и в дом Патифара, и в Египет, и в тюрьму, и он уповал на Бога, Бог через него исполнил великий план, чтобы его семья была спасена, чтобы в конечном итоге пришел Иисус Христос на землю, чтобы мы веровали во Христа, чтобы мы стали христианами, чтобы мы получили жизнь вечную, которая через Иисуса Христа дарована нам. Но когда мы думаем о том, что сделал Иосиф, как он уповал на Бога, мы видим, что заслуги Иосифа и наше спасение. И то, что вы сегодня находитесь здесь, в этом лагере, слышите эту историю, это потому, что Иосиф уповал на Бога, он остался верным Богу, он получил результат этого упования, благословения и радость. И в этом пример для всех нас. И поэтому, когда мы смотрим с вами на эту историю, нам важно проверить, а у вас есть упование на Бога? Может быть, в вашей жизни не было чего-то еще страшного, трудного, может быть, у кого-то что-то и было. Когда обстоятельства, тяжелые проблемы, вы уповаете на Бога? И когда Бог дает вам благословение, вы используете это благословение, чтобы свидетельствовать о Боге? Бог всегда даст свой результат. Бог всегда даст благословение. Бог всегда выведет. Не каждый из нас станет премьер-министром в Америке. Не каждый из нас станет президентом, как Иосиф. Но Бог использует вас, чтобы достигнуть своей цели. Бог использовал Иосифа, и поэтому пришел Христос на землю, и мы получили спасение. Бог хочет каждого из нас использовать, чтобы исполнить свой план. Но нам важно уповать на Бога, нам важно получать благословение, мира в сердце, и тогда Бог будет с нами. И тогда то, что произошло с Иосифом, исполнится с каждым из нас. Пусть Бог нам поможет в этом. Аминь. Давайте мы встанем, помолимся и поблагодарим Господа. Господь, мы благодарны Тебе за этого верного мужа Иосифа, которого Ты использовал для Своей славы, которого Ты проводил таким трудным путем, но Ты посылал благословение в его сердце. Мы хотим научиться этому. Я прошу Тебя, благослови всех детей, которые находятся здесь в лагере, чтобы они взяли эти уроки для себя. И что бы ни происходило в их жизни, может быть, тяжелые или трудные обстоятельства, чтобы они знали, что Ты всегда будешь рядом. Ты пошлешь свое благословение, Ты дашь свой мир, Ты дашь свою радость, потому что они уповают на Тебя. Помоги им не страшиться, не бояться, помоги им всегда знать, что Ты рядом, доверять свою жизнь Тебе, уповать на Тебя, чтобы Ты мог благословить их своим благословением. Слава Тебе за все, наш Господь. Аминь. Эминь. Тебя. Аминь. Эминь. Продолжение следует...